На вопрос, кто изобрел телефон, многие люди отвечают, Александр Грехем Белл. На самом деле это не так. Телефон изобрел Антонио Меуччи. Чудаковатый, но порой просто выдающийся флорентийский изобретатель, приехавший в Америку в 1850 году. А в 1860 году Меуччи впервые демонстрирует рабочую модель электрического устройства, которое он назвал телетрофон. В 1871 году, за 5 лет до того, как Александр Грехем запонтовал свой телефон, он подает предварительную заявку, свое родо временное патентное изобретение. В этом же году Меуччи получает сильнейший ожог при взрыве бойлера на пароме. Слабо знающий английский язык и живущий лишь на пособиях по безработице, Меуччи так и не смог выкроить 10 долларов, чтобы возобновить свою заявку в 1874 году. Когда в 1876 году был зарегистрирован патент Белла, Меуччи подал в суд. Дело в том, что за 2 года до этого итальянец послал оригинальные эскизы и рабочие модели в лабораторию крупной американской телеграфной компании Western Union. По странной случайности Белл работал в той же самой лаборатории, и все присланные Меуччи модели таинственным образом исчезли. Меуччи умер в бедности в 1889 году, так и не дожил до решения суда по иску против Александра Белла. В результате вся слава изобретения телефона досталась не Меуччи, а Беллу. В 2002 году равновесие было частично восстановлено. Нижняя палата Конгресса США приняла резолюцию о необходимости отдать должное жизни достижениям Антонио Меуччи и признание ее заслуг в деле изобретения телефона. Но Беллу не был уж таким отъявленным мошенником. Его основная заслуга состоит в том, что он сделал телефон доступным изобретением и превратил его в практичный инструмент. Как его друг Томас Эдисон Белл был неутомен в своих стремлениях к поискам нового. И как у Эдисона, эти поиски не всегда заканчивались успехом. Мы никогда не задумываемся, каким изобретением Эдисона ангалозыщий люд, да и ему и пользуется почти каждый день. Словом, hello или allo. Первое письменное употребление hello через букву E встречается в письме Томаса Эдисона, адресованного президенту телеграфной компании Питтсбурга, где знаменитый изобретатель доказывает, что лучшим словом для приветствия по телефону является hello, поскольку его слышно за 10, а то и за 20 футов. Своё открытие Эдисон сделал, испытывая опытный образец телефона Белла. Сам Белл предпочитал более морской вариант, что-то вроде «эй на палубе». Работая над усовершенствованием проекта Белла в лаборатории Минлоу Парк, Эдисон всё время кричал «hello» в телефонные трубки. Привычку Эдисона постепенно переняли сначала все их сослуживцы, а затем и телефонные операторы. До эдисонского «hello» телегонистки пользовались с фразами «вы готовы слушать», «вы кто», «вы готовы говорить». Когда слово «hello» стало стандартом, барышень и операторы так и прозвали «hello girls». Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин «hello» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова